Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, наших сегодняшних мастеров, которые не только поделятся своими мыслями, своим видением сегодняшних проблем, сегодняшних вопросов, которые с их точки зрения наиболее важны для того, чтобы, ответив на которые, можно состояться успешно на медиаландшафте, очень непростом, современном. Ну и, я думаю, с удовольствием ответят на те вопросы, которые у вас возникнут в ходе этой сегодняшней встречи, разговора. Наши гости представляют, я сразу еще оговорюсь, это принципиальный момент, самое крупное, самое мощное, я не знаю равных, но, если что, меня поправите потом, медиаобразование, медиаструктур нашей страны, Международное информационное агентство «Россия сегодня». Сразу представляю Петр Алексеевич Лидов, Лидов Петровский, директор по коммуникациям и связям с общественностью Международного информационного агентства «Россия сегодня». И руководитель отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня» Радик Басырович Амиров. Спасибо. Если позвольте, сразу передам вам слово, вот как раз для того, чтобы вы акценты, вот эти вопросы и проблемы, как вы их себе видите и как считаете важными обозначить, ну, собственно, и обозначили. Кто первый будет? Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, я. Ну, смотрите, давайте так, я думаю, что я просто немножко расскажу пару слов, во-первых, о том, где мы работаем, чтобы у вас было представление о масштабе нашей структуры, а потом скажу, ну, наверное, какие-то обозначу действительно темы, по которым я могу поговорить и дальше будем ориентироваться на то, что вам интересно. «Россия сегодня» — это действительно крупнейшее в России международное информационное агентство, важное здесь слово международное, потому что в этой связи Россия сегодня — это одно из крупнейших информационных агентств в мире. И это даже не агентство в чистом виде, в Россию сегодня входят, ну, такие крупные структуры, как РИА Новости. РИА Новости — это информационное агентство полноценное, плюс сайт, сайт, понятно, он больше для обычных читателей, это сайт крупнейший в России новостной сайт, заходят туда ежедневно 4 миллиона человек, это очень много, второго такого нет. И кроме этого, это сеть агентств, вернее, даже отдельных таких средств массовой информации по всему миру. У нас еще есть 32 редакции «Спутников», которые работают, соответственно, на 32 языках, расположены в 20 странах мира, создано это все примерно 4 года назад. И это на сегодняшний день, ну, во всяком случае, по количеству языков, по количеству работающих там журналистов, это около 1000, ну, может сравниться с такими крупными структурами, как, например, BBC или Синьхуа, или Deutsche Welle и так далее. И это фактически голос России за рубежом, каждый спутник отдельный, это отдельная редакция от 20 до 40 человек, она находится, как правило, в той стране, ну, куда нас пускают, потому что не во все страны нас пускают, она находится в той стране, где она работает, если это, там, Армения, это Армения, если это Египет и работает на весь арабский мир, то это Египет, и работают там, в общем, в основном местные журналисты, ну, есть и наши коллеги. Я, наверное, для вас, как для студентов, это важно знать, чтобы вы понимали, что вот возможности для международной карьеры, как у журналистов, у вас тоже есть и очень хорошие, и вот российская структура такая существует, и могу сказать, что нам, конечно, очень нужны люди со знанием совершенно разных языков, вот, там, не знаю, пушту до банального английского, арабского, турецкого и так далее. Вот, у нас действительно очень сильная вот эта вот составляющая, и она хорошо развивается. Вот, поэтому в комплексе, да, ну, есть еще несколько брендов, которые, может быть, вы знаете, это агентство AirSport спортивное находится, агентство Prime, агентство деловой информации, ну, и еще несколько таких вот структур, которые работают внутри, собственно, вот этой огромной группы России сегодня. Это то, что касается того, кого мы представляем, собственно, вот по этому спектру вы можете задавать вопросы, если вам интересно. Я всегда с удовольствием рассказываю о спутнике, мне вообще спутник сильно нравится с точки зрения того, как, о нем мало знают с точки зрения того, как он развивается, с точки зрения того, какие проблемы у спутника есть. Они зеркально отражают политические проблемы сегодня, то есть, если у нас, вот, например, ну, понятно, с Украиной отношения не очень, мягко говоря, то и спутника там нету. И, например, с Прибалтикой тоже сложная ситуация во Франции, а где-то, наоборот, нормально, там, в странах ближнего зарубежья мы в некоторых из них находимся просто на первом месте, являемся СМИ номер один. Вот, это что касается спутника, ну, будет возможность подробно поговорю. Еще одна важная тема, на мой взгляд, которая мне особенно близка, и я тоже, может быть, потом что-нибудь скажу про это, это ограничение свободы слова, и, прежде всего, ограничение свободы слова в интернете в сегодняшнем мире. Мы находимся в ситуации, ну, в России у нас интернет достаточно либерален, вы знаете, в общем, все, что угодно можно найти, в том числе и то, чего, может быть, и не надо было бы там находить, но оно у нас все есть. Мы все росли, и тут мы, кстати, с вами, несмотря на сильную разницу в возрасте, мы, скорее всего, близки, потому что мы вот с Радиком, с интернетом познакомились примерно в то же время, что и вы, только вам было тогда, наверное, 5 лет, а нам уже, там, я не знаю, 30. Если бы 30. И в США, и в Великобритании, и во Франции, и тем более в Китае, об этом тоже я могу рассказать, то есть, чего ждать, сразу забегая вперед, скажу, что ждать большего количества ограничений, меньше свободы слова во всем мире. Вот, ну, и еще последняя часть моей биографии, я вообще не журналист, я пиарщик, я не знаю, есть ли среди вас здесь пиарщики или нет? Есть? Нету. Нету? В душе, да. Вот, я много лет работал в табачной компании «Филипп Моррис», это тоже довольно интересный опыт, потому что приходится пиарить такую, ну, довольно неоднозначную продукцию, при этом я работал в основном за границей, в основном в азиатских странах, это были Индонезия, Пакистан, Гонконг, что там еще, Швейцария, вот, и довольно долго, то есть, я много времени провел вот в этих культурах, если что-то из этой сферы вам будет интересно, как устроен вообще большой бизнес, огромный бизнес мировой с точки зрения коммуникации и пиара, как работать с различными культурами, ну, вот на эту тему я тоже, в принципе, могу порассуждать, но, наверное, это не главное, но если просто будут вопросы, то вот можно, меня об этом тоже поспрашивать. Радик, пожалуйста, правильно я все делаю? Да, все абсолютно. Обозначил, передал слово. Знаете, только один сразу, сразу предупреждаю, курение – время для здоровья, про Филипп Моррис, а вы сами курите? Нет, я бросил курить. Вот интересно, я уже не первый вижу человека, который так или иначе сотрудничал, а тем более работал еще, да, непосредственно с этой компанией, ну, сам не курит. Я тем более, не, а вы знаете, там же есть… Вот как вот это внутреннее противоречие? Я этим не пользуюсь, но я это продвигаю. Вот как оно решается? Совсем не противоречие. Дело в том, что вот я как раз работал, даже я могу сказать, что карьеру я сделал, если коротко, на социальных программах. Там вообще для табачных компаний у них вообще проблем много. Одна из проблем, их бесконечно обвиняют в том, что они детей приучают к сигаретам. Поэтому табачные компании заинтересованы в том, чтобы дети не курили, потому что денег от них все равно мало, это очень небольшой сегмент, и, в общем, не надо. Пусть курят там с 18, с 20, и, слава богу, будет. Вот, поэтому табачные компании очень активно вкладывали деньги в то время в борьбу с детским курением, я как раз этим занимался. Могу сказать, что, в общем, табачные компании делали больше, чем Минздрава и некоторых стран в этой связи. Вот, и кроме этого, философия табачных компаний, она там сильно поменялась, где-то в середине, ну, вернее, ближе к 2000-м годам. С той точки зрения, что они признали, что курение, да, вызывает рак, вот, поэтому курить, в общем, не обязательно. Если кто-то хочет, чтобы он не заболел, пусть не курит, и, в общем, в табачных компаниях, курящих и не курящих, соотношение примерно такое же, как и в обычной жизни. Ну, может быть, чуть больше курящих. У меня лично просто было, в момент просто надоело, у меня было очень много сигарет, они были все бесплатные, они лежали во всех карманах, кругом. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что, ну, как-то я слишком, вот уже, вот, сколько можно. Вот, я просто бросил в один день, это было в 2005-м, по-моему, году. Давно, довольно. Спасибо, это точно достойно аплодисментов, бросить в один день. Ради Басырович, сейчас вы. Добрый день, спасибо за приглашение, Леон Григорьевич, спасибо за приглашение, Лео Сиан и Медиа-школе за возможность в очередной раз выступить в этой аудитории, в этой шикарной аудитории. Я думаю, что здесь все напичкано на довольно хорошем профессиональном уровне. Я не думаю, я уверен в этом. О себе, то, что Петр рассказал, я руковожу отделом национальных проектов в МИИ России сегодня. Это один из проектов нашего международного агентства. Мы пишем на разных языках и разных национальностях из разных государств. Помимо того, что я редактирую и возглавляю сайт, возглавляю отдел по национальным вопросам, я, как и, наверное, любой пиарщик, я езжу от имени агентства на встречи, на организацию конференций, симпозиумов международных. Сейчас на носу Иран, большая поездка. В общем, я пишу не только на сайт, я пишу и на рентурия. В основном это религиозная тематика. Мусульманская, как видите, у меня кипочку, я специально одеваю. Я на фейсбуке себя назвал лучшим татарином МИИ России сегодня. И за пять лет мне удалось раскрутить этот бренд. Сейчас меня узнают, как лучший татарин МИИ России сегодня. Иногда просто называют лучшим татарином. Я сделал это провокативно, чтобы смогу ли я раскрутить этот бренд. Получилось. Поэтому я с этой шапочкой побывал в Штатах, в Канаде, в Сирии, в Ливане, в Турции, в Израиле. В Израиле. Ну и во многих других странах. В западных странах бываю мало. Больше Азия и Средняя Азия. В принципе, вот все, что могу сказать. Сам я как бы не работал, как Петр, в таких больших корпорациях, как Филипп Моррис. Но мне однажды очень хотелось устроиться на работу к Борису Моисееву. Денег не было, а надо было устраиваться. К сожалению, прямо передо мной перехватили эту локантную должность. Я хотел поработать в шоу-бизнесе. Но не получилось. Наверное, слава богу. И поэтому я пошел работать в соборную мечеть. Просекретарем Муфтия. Кровидаши какие-то. Да-да. Люблю вот так, да. Искренностью Караниш, называется. Проработал три года, а потом ушел на работу в Лея Новости. Сейчас от меня Россия сегодня. Я попрошу вас всех быть активными. Задавать Петру вопросы. И мы договорились о том, что мы не ограничиваем вопросы ни по какой тематике. Ну, а я, кроме личной жизни. Болею за Рубин, за Акбарсов. Я очень рад. Спасибо. Это, кстати, действительно правда. Вот надо отдельно сказать спасибо. Все встречи с известными людьми, которые проводят Радик Басырич на площадке МИА России сегодня, начинаются с информации о том, как сыграл Рубин или Акбарс. Это так приятно всегда. Ну и все параллельно узнают, что там происходит. В этом смысле вы не меньше коллега, потому что тоже занимаетесь продвижением. Вот видите, и бренд, лучший татарин. И Акбарс с Рубином все время вздрагивает, когда в очередной раз ждут комментариев. Еще, вот прежде чем вопросы у зала созрели, если уже созрели, то давайте, соответственно, знать, микрофон передадим. Один такой вопрос, все-таки личный. Мы вот накратко чуть-чуть до встречи эту тему обозначили. Я правильно понимаю, что фамилия Лидов у вас, это та самая знаменитая фамилия журналистская, того самого человека, который открыл этой стране многих героев, например, Зои Космедемьянскую? Ну не многих, он, собственно, открыл из героев только Зои Космедемьянскую. Да, действительно, мой дед был военным корреспондентом газеты «Правда». Он, вот в учебнике, я не знаю, у вас есть такой учебник или нет, у нас был учебник «Родная речь» в третьем классе, там был рассказ Таня, ну знаменитая история, и она знаменитая журналистская история. Вообще, конечно, ну понятно, что я его не знаю, потому что он погиб в 44-м году, но все материалы, которые удалось получить и почитать, конечно, человек был очень интересный. Ну, например, он сделал репортаж для газеты «Правда» из оккупированного Минска. Он пробрался, значит, в оккупированный Минск и написал, как там вот дело происходит. Человек действительно героический, наверное, в каком-то смысле бесшабашный, потому что постоянно, значит, он там и летал с летчиками на вылеты, и, значит, где-то там был замечен в каких-то розыгрышах и проделках. Вот, судя по фотографиям, человек был очень обаятельный, и, конечно, для меня его личность – это, наверное, пример того, каким должен быть настоящий журналист. Я, к сожалению, не журналист, и уж тем более не военный корреспондент, и дай бог, чтобы никому из вас не пришлось работать в настоящей войне. Вот, но, конечно, нам есть всем, вот на примере вот таких вот военных корреспондентов, которые это все открывали, все эти истории, и есть чему поучиться, и есть чем гордиться. Вот, но, опять же, я не думаю, что заслуживаю хоть какую-то, кроме того, что меня назвали в честь него, я тоже Петр Лидов, но, вот. Наверное, это и то мало, что вы не продолжаете его. Ну, я ничего особо не продолжаю. Спасибо, аплодисменты. Я уже вижу вопросы. Вы вот все время подчеркиваете, я вот не журналист, а как быть с этими прогнозами, утверждением, что журналистика и классический так называемый пиар, они в последнее время стремительно сближаются, а вообще пиар это часто журналистика со связями, вот так трактуется. Ну, да, я, вы знаете, что могу сказать, я просто, в чем я подчеркиваю, мне кажется, это важно, чем я могу вам полезен быть. Я не знаком с теорией журналистики, я, ну, скажем, я умею писать как-то там, да, но я не знаю, правильно я это делаю или неправильно. Вот, поэтому я в том смысле, что я не теоретик, конечно, а на практике, ну, у меня понятно, что хорошие опыты взаимодействия журналистами, я понимаю, как там все устроено, как оно работает. Я просто, когда встречаешься со студентами, я всегда говорю, что смотрите, я, честно вам скажу, ни одной книжки по пиару я не прочитал, я понимаю принципы журналистики, какая она должна быть, даже, наверное, если напрягусь, могу там штук пять назвать, вот, но в том смысле, что мы с вами, если вы журналисты, мы с вами, у нас просто разная образовательная база, то есть я экономист по образованию, а работаю вообще пиарщиком и всем, что с этим связано. Вот, но меня больше интересуют как раз процессы, которые, и я ими активно занимаюсь, которые связаны с тем, как регулируется, например, журналистика, как в дальнейшем, и мы с этим сталкиваемся, и моя работа во многом защищать интересы спутника на внешних рынках. Ну, приведу вам в рынке, это я и с бизнесом, в других странах. Приведу пример. Например, Франция, значит, у нас есть там президент, у них, вернее, Эммануэль Макрон, который во время выборов ни одного интервью спутнику не давал, раз что да, и, кстати, тоже. А после выборов, прямо, так сказать, при присутствующем Владимире Владимировичу, во всеуслышание заявил, что это вообще не журналисты, и надо бы их отстранить от возможности ходить к нам в Елисейский дворец, встречаться там с министрами и так далее, потому что они пропагандисты и вообще пытались меня всячески очернить. Вот такое заявление он сделал. Мы как-то удивились, потому что мы его особо не очерняли, честно говоря. Мы освещали, естественно, предвыборную кампанию на нашем сайте. У нас, кстати, очень хороший французский сайт, популярный. Буквально вчера у нас очень хорошая цифра была, наш стрим. У нас там работает совершенно фантастическая девочка-журналист, которая снимает постоянные протесты во Франции, она снимает из самой глубины этих протестующих, она умудряется дружить и с полицией, и с этими всеми антифашистами, которые там ездят. А это вот и есть профессионализм. Да, она залезает, и у нас 2 миллиона просмотров на нашем стриме, ни у одного французского СМИ такого не было по этим протестам, просто за счет одного человека и энергии. Но возвращаясь к Макрону, да, и с тех пор, вот сколько уже, 2 года, как нас никуда не пускают там. Вот, причем вопрос поднимается на уровне МИДа, на уровне министра иностранных дел, заместителей и так далее. Объективно у них нет ни одного факта, который бы обвинял нас. Но это очень выгодная политическая позиция, что русские вмешиваются в наши выборы и пытаются здесь, значит, всяческим образом нам помешать. Мы провели аналит, что мы такого про Макрона плохого написали. Оказалось, что написали 2 вещи. Ну, плохого, условно. Что в сравнении с французской прессой, вообще это ничего. Это как будто мы вообще ничего не писали. Потому что любая французская газета, даже про Макроновскую, она писала про него много, хуже. И я уж не говорю про какой-нибудь Шарли Эбдо, который там рисует все, что не попали. Мы написали 2 вещи. На английском сайте у нас было интервью с депутатом французского парламента, который сказал в прямой речи, он сказал не примерно, а совершенно точно следующее. Он сказал, мне кажется, что за Макроном стоит гей-лобби. Это было опубликовано даже не на французском языке, а на английском. Это прямая речь, интервью, на секундочку, парламентария. Ну, понятно, что он может быть парламентарий своеобразный, но там тоже разные люди. Приходите к нам, пожалуйста, из других партий. И второй момент. Мы на французском сайте осветили один из скандалов многочисленных с Макроном по поводу наличия у него зарубежных счетов где-то там на Багамах. Это потом оказалось неправдой. Мы об этом тоже написали. Ну, вот, собственно, и все. То есть ничего такого мы не делали, но до кучи мы попали под эту совершенно такую политическую кампанию. И сейчас мы во Франции полноценно работать не можем, потому что наши журналисты не могут получить пресс-карты, не могут ходить в Елисейский дворец и так далее. Вот, конечно, такие вещи, это часть моей работы, делать так, чтобы эта ситуация изменилась. Поэтому активно мы работаем с МИДом. Сейчас МИД уже готов зеркально ответить. Потому что мы же всегда очень цивилизованно себя ведем. Мы как-то всегда очень культурно, так, международное право. Но все-таки удалось с МИДом договориться, что они готовы будут французским журналистам зеркально ответить здесь. И мы не первые начинаем. Те, в общем, сразу зашевелились, и уже там один из советников Макрона обещает все вернуть взад. Но, правда, пока не вернул. Ну, вот, две недели назад пообещали. Ну, вот, примерно такие вещи. Это то, чем я занимаюсь. Но понятно, что, чтобы этим заниматься, нужно понимать ситуацию в целом. То есть не брать каждый конкретный случай. Ну, еще вам пример могу привести. В Латвии и Литве нам вообще офис не дают открыть. А в Эстонии он работает. Но, опять же, та же проблема. Ни один государственный служащий. Им всем запрещено с нами общаться. Там понятно, что проблема в значительной степени нерешаемая. Потому что из-за политического устройства стран Балтии и, так сказать, их видение ситуации. Хотя тоже бороться пытаемся там как-то с ними. Вот, есть много других нюансов, аспектов и так далее. Но, в целом, опять же, сегодня, что могу сказать, что сегодня мы видим очень четкую тенденцию, что западное правительство, западный, я не знаю, кто там, establishment, как только мы начали на их поляну заходить, на их же языке, и рассказывать на английском, на арабском, на французском, на немецком, ну, на немецком, там, в меньшей степени, им это сильно не понравилось. То есть, они хотят соблюдать свою монополию. То есть, когда они к нам, как обычно, приходят, и здесь, так сказать, BBC работает на русском, это так и должно быть, потому что это же такая вот честная, объективная журналистика. А когда приходим мы туда, то это, конечно, уже сразу пропаганда, вот, враждебные действия и подрыв устоев. Вот, что, конечно, очень забавно, потому что, знаете, у нас смешных случаев, во вмешательстве в выборы нас обвинила даже Италия. При всем уважении, наш итальянский сайт, это примерно 25 тысяч посетителей в день, то есть, в масштабах страны, сколько там в Италии, сколько в Италии населения? Ну, предположим, 50 миллионов. Вот, это вообще ничто. Президент Порошенко обвинил спутника Russia Today во вмешательстве в украинские выборы, это вообще какой-то бред. Ну, там такого много, потому что понятно, что мы ни на украинском, ни на русском, в общем, про Украину-то и не пишем толком. То есть, как это могло быть? Ну, в общем, вот. Так что мы в значительной степени являемся такой политической, ну, разменной монетой, не знаю, объектом политического давления, вот, в той концепции, что Россия, она всюду вмешивается, всюду, значит, распространила свои щупальцы и все выборы проводит именно так, вот, как придумали в Кремле. Вот, так что с этим надо бороться, с этим надо жить, но, естественно, надо изучать тенденции, как она все работает, особенно в интернете. Про интернет расскажу отдельно. Вопросы у нас есть, ну, прежде чем передать слово коллеге. Каким образом ваши корреспонденты оказываются, на самом деле, в этих историях, в этих странах практически один на один, каким образом вам удается обезопасить, допустим, ваших журналистов, потому что вы там лично со своей армией юристов и безопасников там, условно, не можете находиться постоянно. Это ли страховка, это ли какие-то иные договоренности? Ко мне или к ради кого? Видимо, пока к вам, а потом ради коммера... По поводу страховки я не знаю, но у нас, смотрите, если говорить о спутнике, то в большинстве случаев это, конечно, не корреспонденты, это редакция. То есть, если вы возьмете, ну, не знаю, какую-нибудь страну, условно, что там, Египет, который делает арабский сайт, это редакция, которая состоит, по-моему, у них там человек 40 работает. То есть, это полноценный редакционный центр, у них там все в порядке. То же самое Франция, то же самое практически любая страна. Вот, если речь идет о корреспонденте Стрингере, то я, честно говоря, я думаю, что это обычное правило страховки и взаимодействие с контактом с этим человеком. Не знаю, у тебя есть, что добавить? Я, честно говоря, не буду. Радик, на своем примере расскажи, пожалуйста, о том, ну, если коротко, вот те самые советы, которые ты обычно даешь, когда ты находишься в стране, где происходит какая-то нестабильная история, да? То есть, на самом деле, это полезно будет всем нашим начинающим журналистам. Как использовать соцсети, например, как маячки, да? Да, я рассказывал это на примере своего пребывания в Турции. Вернусь к этой удивительной истории, когда мне очень сильно повезло как журналисту. Я приехал на конференцию на четыре дня в город Конья, в Турции. Первый день мы прошли спокойно, поехали в Анкару, встретились с премьер-министром, вернулись в Конью, и нам объявляют, что начался переворот. Я начал внутренне танцевать, потому что не всегда удается приезжать в страну, где у тебя переворот проходит перед глазами. Я позвонил в агентство, сказал, куда мне ехать, как при возможности, куда отправиться. Мне сказали, что в Анкару не надо, в Анкаре у нас бюро, ряшное, надо рваться в Стамбу. За деньгами вопрос не стоял, вопрос стоял в выборе транспорта. Тут же военное положение, полиция, куча народу на улицах, ты понимаешь, что одна маленькая провокация, полиция начнет бить демонстрантов, не демонстрантов, просто жители, которые вышли на улицы. Соответственно, люди пойдут бить полицейских. Я стараюсь улететь, не получается, я стараюсь уехать на поезде, не получается, стараюсь уехать на автобусе, не получается, я плачу тысячу долларов таксисту, таксистам в 850 километров. Никто не едет. Все говорят, что нет, не поедем. Я всю ночь провожу в отеле и выхожу на улицу на площади вместе с демонстрантами. Утром мне получается взять такси и уехать быстренько в Стамбу. Ехал на местном шумахере и я отмечал, где я нахожусь. Ребята, я выезжаю из Кони, машина такая, водитель. Я фотографирую, я говорю, можно я тебе сфотографирую? Он говорит, да, можно. Мой водитель, моя машина. Я еду по такому маршруту, чтобы все знали, где я нахожусь. В любом пункте, где мы останавливались через 100, 150, 200 километров, я чекенился. Почему? Потому что мои коллеги должны были знать, где я нахожусь. Я звонил, ну там, раза два и чекенился. Важно знать, где вы находитесь, с кем находитесь, как его зовут. Ну, максимум информации, чтобы вас не потеряли, чтобы вы не потерялись. Как в нашей песне нашего детства, да, постарайся себя не терять. Вы, конечно, такую песенку не знаете, но мы знаем. Поэтому надо отмечаться, надо говорить, где я, что я и где. И в Стамбуле тоже я приехал, я отмечался везде. Я заселился в такой-то отель. Это рядом с этой мечети, чтобы знали. Почему? Потому что у меня не было рабочей аккредитации. Я приехал на конференцию, но тут меня накрыло. Надо было передавать вместо событий фотографии, репортажи, новости, все остальное. Все удалось. В принципе, вот и все. Просто повезло. Как в том анекдоте, довольно, с таком пошлинком, да, почему так? Просто повезло. Ну, просто повезло. Ну, и то же самое и в Ливане, когда мы в этом году ездили в Ливане на границу Сирии, на границу помогать в лагере беженцев, где мы оставили все деньги, в том числе и доллары, и местные, и рубли российские. Просто было жалко видеть, жаль, жаль было видеть этих людей, которые живут в нищете, в грязи, и спят на зеленом полу в 21 веке. Люди, которые потеряли все, что у них было, кроме своих жизней. Мы тоже отмечали, что мы поехали в город Триполи, это рядом с границей с Сирией, мы на границе с Сирией, почему-то поднимается американский вертолет, это все фиксируется, фото, видео, чтобы знали, где мы что находимся, чтобы вас не теряли, самое главное. Во-первых, как человек, как коллегу, как сотрудника. В этом все. Спасибо. У нас есть вопрос? Еще один, пожалуйста. Добрый день, Петру, тоже вопрос. Меня зовут Кристина, пресс-центр КФУ. Вот вы уже пунктирно обозначили по поводу ограничения свободы слова, в том числе, или в интернете. Вот хотелось бы, чтобы вы развили свою мысль, особенно применительно, если к вам, как это напрямую отражается на деятельности МИА России сегодня, ну и в первую очередь РИА новостей, в России, потому что вы же как бы считаетесь таким неоппозиционным, так скажем, изданием. Отражается ли это напрямую на вас как-то? Вы знаете, в России, на мой взгляд, особых ограничений в интернете нету, во всем случае, если сравнивать с другими странами. Есть, наверное, какие-то механизмы у агрегаторов по выдаче новостей, но во всем случае официально такой информации не существует. Для того, чтобы представить, как оно все устроено, я так, такими широкими мазками, ну, Китай, возьмем Китай, это одна система. Я думаю, что и она, когда смотришь на китайский интернет, он, конечно, нас в каком-то смысле ужасает, потому что в Китае запрещен Facebook, запрещен Google, ну, и там со всеми вытекающими. То есть все запрещено, но вместо этого есть свои, значит, WeChat и так далее, программы. Но это не самое главное. Да, кстати, там запрещены, просто недоступны большинство средств массовой информации мировых. Ну, например, там New York Times, нельзя в Китае открыть. Нигде? Ни в отеле? Нигде? Нет, нигде. В Гонконге, может быть. Вот. Их прям целый список. То есть все практически крупные международные СМИ нельзя, причем нельзя даже через какие-то там зеркала, там довольно все хорошо контролируют. Но даже проблема не в этом. Это первая часть. Вторая часть Китая окружен такой виртуальной стеной, это называется великий китайский файлвол, который фактически отслеживает все действия всех китайских пользователей интернета, а это представьте себе сколько миллиардов человек, не знаю, как минимум один. Вот, то есть это очень много. И эта система сильно дорогостоящая, повторить ее вряд ли кто-то может в мире. То есть, если вы, сидя в Китае, например, у себя в соцсети пытаетесь написать какой-нибудь пост, в котором фигурируют слова, ну, например, не знаю, беспорядки, уйгуры и пора, вот, что-нибудь такое, то вас быстро отсекает, вы не можете его разместить, а потом к вам как-то либо приходят, либо там находят и так далее. То есть, фактически, это фильтр, который мониторит всю активность в интернете, и, значит, там вот, у них даже есть специальная культура замены подозрительных слов на какие-то, значит, другие, они там на своем языке разговаривают. Вот, но тут надо понимать, что эта система формировалась с развитием интернета, постепенно, то есть, они сразу озаботились этой задачей, и фактически, китайцы, они другого-то ничего и не видели, поэтому они считают, что, ну, вот так вот оно и нормально. Ну, да, есть вот, значит, такая система, что-то там как-то блокирует, фильтруется, и вполне это нормально сопоставимо с их культурой, в общем, для них это не представляет, на мой взгляд, какой-то серьезной проблемы. Многим не нравится, там, молодежь тоже не очень это любит, но при этом есть очень продвинутые сервисы, там, местные соцсети и так далее, которые, в принципе, решают задачи гораздо лучше, чем существующие у нас, к примеру. Это вот система китайская, то есть, там любое следствие массовой информации находится просто под ежесекундным контролем. Основной принцип, то, что в живом режиме видно, кто чего пытается написать. То есть, не потом уже, сначала ты написал, а через неделю кто-то заметил, и так далее, когда уже поздно пить боржоми, потому что уже все прочитали, а в процессе. Вот, это важно. Значит, вторая система, которую мы сейчас можно за ней наблюдать из публикации средств массовой информации в Соединенные Штаты Америки. Что происходит в США? Там развитие интернета, оно, ну, весь интернет и все, собственно, сервисы, за исключением Китая, они зародились и находятся в США. То есть, тот же Facebook, это крупнейшая социальная сеть, там, Google, Apple, все они американцы. И это крупные американские компании, которые можно, в принципе, довольно легко контролировать на месте. Ну, для примера, могу вам сказать, что 70% американцев получают новости и не из газет, журналов, сайтов и так далее, а из Facebook, и своей ленты в Facebook. То есть, все новости сыпятся туда. Поэтому, для того, чтобы сыпались правильные новости, а не спутник с RT, товарища Цукерберга периодически вызывают в конгресс и с ним, так сказать, вдумчиво беседуют часа четыре. Вот. Про вмешательство в выборы, про то, да как же вы допустили, что у вас там творится в вашем Facebook, да мы вас сейчас тут резко объединим там миллиарды на два долларов. Товарищ Цукерберг, конечно, это все воспринимает как бизнесмен правильно, говорит, виноват, исправлюсь, и идет, значит, ты, соответственно, понижает выдачу то, что надо понизить. То есть, всякие неправильные новости. И вот эта тенденция в США, она имеет совершенно ярко выраженное направление, то есть, они фактически вот таким, такой бизнес-моделью, влиянием на собственный бизнес, они контролируют то, что у них там народ читает и что видит. Последний пример, есть такой деятель Алекс Джонс, довольно одиозный журналист, который, у него есть проект Infowars, информационные войны, так его, например, он, и у него там много вести теорий заговоров, скандалов, это была показательная порка, когда его в один день убрали из YouTube, из Facebook, из всех приложений EPL, и там, из чего-то еще. То есть, отовсюду его просто в один день убрали, почикали, и когда он обратился к этим компаниям Кажетанг, они все сказали, а вот это вот у нас такая политика, ну а то, что в один день просто так совпало, мы просто мыслим в одном направлении. И это скорее показательный пример, что в принципе так можно поступить с любым. Понятно, что за этим стоит определенная идеология, что есть определенные ценности, что там рассказывают, что вот должны быть правильные СМИ, а неправильные СМИ нельзя, ну и так далее. мы находимся, на мой взгляд, в таком европейском пространстве, которое особо никак не регулируется. Кроме этого, вы сами, наверное, видите, у нас государство пытается время от времени, так скажем, методом тыка что-то порегулировать, иногда это принимает странные формы, как, например, сроки за репосты, вот, потом это откатывается назад, потому что, ну, это бред, или, например, попытка закрыть телеграмм, который не работает, то есть технически сложно, то есть у нас каких-то решений нет. В принципе, мы можем побеседовать, ну, не мы, вернее, а наше государство, может, я думаю, что там, как беседуют, наверное, даже, к примеру, с руководством ВКонтакте, но у нас ВКонтакте это всего лишь российская сеть, это всего лишь фрагмент. На Фейсбук, Гугл, Ютуб повлиять очень сложно. Та же проблема, еще более ярко выраженная в Европе, потому что у них как раз, опять же, как в Америке, все пользователи, получают информацию из вот этих вот американских сервисов. Но повлиять на них европейцы не могут, поэтому вот я сейчас был в Париже на конференции, на интернет-конференции ЮНЕСКО, там выступал президент Франции Макрон, и он выступил с инициативой. Пора навести порядок в интернете, сказал Макрон нашим европейскому. Он собрал группу из 12 демократических стран, ну, и посыл там примерно такой, что мы должны защитить наших граждан, защитить свободу слова для наших граждан от неправильных СМИ. Вот как-то так там, то есть он хочет защитить свободу слова, чтобы были только те СМИ, которые за свободу слова, а те, которые против свободы слова, чтобы их не было. Ну, понятно, что, почему там стесняться, там, российские, китайские и так далее, и все, кто пишет то, чего не надо, они все резко становятся против свободы слова. Вот, понятно, что там есть еще, он еще добавил несколько серьезных проблем по регулированию интернета, это, например, травля в интернете, не знаю, кто-то, может, сталкивался, кто-то, может, нет, это действительно проблема, но в основном это направлено на то, чтобы контролировать информационное поле, но для Европы этот вопрос довольно сложный, потому что там тоже очень либерально все, народ привык к свободе, тем не менее, законы соответствующие проходят, и вот это вот позиция, что вот все с нездешней силой вмешиваются в выборы, она дает им неплохую базу, неплохое оправдание для того, чтобы в явочном порядком закрывать те или иные СМИ временно и так далее. Поэтому вот тенденция европейская, но я думаю, что у нас она будет примерно в том же русле двигаться, она примерно в этом направлении. Ну, что касается России сегодня и РИА новостей, то вы совершенно справедливо заметили, так как это государственные СМИ, то, соответственно, государство его не ограничивает. Но у нас, я, честно говоря, кроме абсолютно формального и прозрачного механизма запрета некоторых сайтов, ну, я не знаю, условных, которые проповедуют экстремизм и так далее, и так далее, и среди них есть средства массовой информации. Вот. В общем, никаких проблем не вижу и не у государственных СМИ, но публикуют они все, что хотят и нормально. Мое личное мнение, что оно так и должно быть, что чем свободнее, тем лучше. Но мир, к сожалению, вот он разными путями, но движется примерно в одну сторону, и я думаю, что мы тоже часть мира будем двигаться вместе. Спасибо. Вопросы есть, что я остаюсь? Все задумались. Случаются такие, да, минуты, пожалуйста, да. Несколько лет назад, лет 10 теперь уже назад, РИА Новости были вот именно пионерами в плане внедрения новых технологий. Тогда, как не было таких вот именно возможностей на телефонах у всех, но уже тогда в РИА Новостях появилось такое понятие, как мультимедийный рюкзак журналиста, например, да. Это когда журналистам выдавались камеры маленькие, и журналисты не просто писали на диктофон, но они еще и снимали. Тогда как раз-таки произошло вот это вот с помощью, благодаря даже РИА Новостям, потихонечку внедрение, когда журналист-печатник становился мультимедийщиком-телевизионщиком. Это было. Потом в те же года, это конец 2000-х, была история, когда информацию пытались подать до разной аудитории разными способами. Например, с помощью, даже был такой эксперимент РИА Новостях, с помощью рэпа читали рэп-новости. Я к чему подвожу? Что сегодня? Нового, интересного? Какие тренды сегодня? РИА МИА России сегодня и его иные платформы собираются, или внедряют уже, или на что делать ставку? Будьте добры, расскажите, пожалуйста, и в отделе вашем тоже, и Петр, вам тоже вопрос. Есть подкасты, наверное, можем сказать? Ну, несколько есть. Подкасты и VR. VR, знаете, да? Нет, надо будет хотя бы рассказать про VR. Ты расскажешь? Нет, нет. У нас сейчас есть проект очень интересный, это VR с журналистиком. Ну, опять же, все будет зависеть от распространения, наверное, вот этих вот. Ну, есть VR, кто не знает, хотя вы, наверное, знаете же все, да, что это такое. На дело, и там, смотришь. Значит, что такое VR-журналистик? А может решать вообще очень важные социальные задачи. У нас такой пилотный проект есть. Надевая вот эти вот очки, ты попадаешь в мир аутиста. То есть, ты видишь мир глазами аутиста. Там предметы как-то по-другому выглядят. В общем, довольно серьезно проработанный проект. и там же идет набор, не набор, вернее, там тексты идут, рассказывают тебе, посмотрите сюда. Вот. И это, конечно, очень круто. Это прям впечатляет, потому что, ну, такой возможности увидеть мир глазами человека, который видит по-другому, очень, очень сложно. Ну, или, например, это может быть, по-моему, они тоже разрабатывают проект вот именно для, чтобы обычный человек мог почувствовать, как живет человек с пониженным зрением, например, там, слабовидящий. То есть, ты надеваешь, и пространство, вот оно все то же самое, но ты воспринимаешь его совершенно по-другому, получаешь информацию, как оно и что. Вот это вот у нас новый проект, он буквально запущен совсем недавно, сколько это может быть, месяц назад, в основном мы его представляем сейчас на каких-то выставках, конференциях и так далее. Сложность, понятно, сложность технологий, насколько технология взлетит, будет ли она массово доступна, потому что понятно, что люди не ходят в этих очках каждый день, вот, а даже те, у кого есть, я вот купил себе поиграть, вот, и через час что-то у меня так плохо стало, там уже вот так вот все, но, с другой стороны, я понимаю, что если бы мне было 16 лет, то я бы там жил бы просто, но сейчас уже нет. Вот, а подкасты, да, подкасты, интересный формат, он не новый для мира, он супер популярен в Америке, подкасты тоже вы наверняка знаете, все что такое, сейчас у нас есть тоже направление, которое развивается, ну, тоже в значительной степени методом проф и ошибок, но вообще у подкастов вполне возможно, в нашей стране тоже большое будущее, потому что, конечно, в отличие от радиопрограммы, есть возможность записывать и делать какие-то истории, то есть это, как я это себе представляю, это что-то среднее, может быть, между просто каким-то обсуждением и рассказом прикладного характера в любой сфере человеческой деятельности до каких-то там почти театрализованных триллеров и вполне себе художественных жанров, и если это будет развиваться, и что называется, взлетит у нас, то здесь Рео Новости будет пионером, потому что сейчас активно развиваем, есть на сайте даже раздел специальный, можете заходить слушать, вот я там тоже где-то шучу про что-то в одном из подкастов, один раз, правда, ради бы добавить что-нибудь, может, еще что-то? Я думаю, что по первому вопросу, когда ты становишься в мире, ты когда-то перемещаешься в мир аутистов или слабовидящих, это не случайно опять же появилось у нас в Рео Новостях, потому что в последнем году 2-3 государство уделяет большое внимание вот именно теме благотворительности и волонтерства, и помощи вот тем, той категории, о которой мы говорим выше. Общество наконец-то созрело, скорее всего, будет правильное слово, созрело для оказания помощи и быть рядом с теми, которые немножко от нас отличаются, быть в их мире, реагировать как они. Мы же, большинство из нас видел, когда дети подарили отцу, который видит черно-белым цвете весь этот мир, они им подарили такие очки, когда человек просто первый раз видит светофор и говорит, он 70 лет или там 60, первый раз видит этот мир в цвете, он приходит в шок. А тут такая обратная, ну это же опять по той теме, которая в нас уже как бы начала работать, это тема благотворительности и помощи ближнему. И вот это волонтерство, год волонтера не случайно у нас в этом году проходит, быть рядом с теми, кто в этом нуждается. Ну как бы такая техническая часть, и более гуманитарная, скажем так, вот это все соединилось. Радик, ну все-таки давайте поясните, пожалуйста, зачем мне, журналисту, окунаться или обычному человеку окунаться в мир людей особенных? А не надо окунаться, зачем? Вы же можете пойти на концерт какой-нибудь там, Крида там, да, идите туда, хотите нахватки сидеть, идите туда, но если вы хотите понять, как живут близкие тебе люди, твои соседи, которые ограничены в чем-то по природе, почему не побыть в их шкуре, скажем так? А роль журналиста здесь? Ну смотрите, журналиста показать, как живет. Надо сказать, ну например, в такой сфере, как военная журналистика, вот это крайне интересно, VR-технологии, да? VR-технологии. Вот планируете ли вы вот сюда уходить? Представляете полное погружение в события, да? В том числе в военные, скажем. Что дает VR? VR дает измерение впечатления, которого раньше просто не было. И как журналист вы можете это добавить к вашему тексту, к вашим выводам и еще чему-то. То есть совершенно новое измерение дать тому, что вы описываете. И еще раз скажу, что это, конечно, в зачаточном состоянии. Но действительно, если эта технология будет развиваться, то применение, конечно, и военное, и любая журналистика может огромное количество всего добавить к содержанию. Дать людям реально испытать вот то, что неважно, это аутист, побыть тем или этим, или окунуться в прошлом. Друзья, обратите внимание, еще раз говорю, РИА Новости, МИР России сегодня, это на самом деле законодатель, мод вот именно в нашей с вами любимой профессии. Раскрыть немножечко, попрошу вас, тему подкастов. В какой части? Мы привыкли к тому, что подкасты есть, в основном в эту, скажем так, игрушку играют те, кто любит, например, компьютерные технологии и так далее. Какие темы нам, допустим, тем, кто заинтересовался темой подкастов, хотел бы попробовать, но не знает, какая еще ниша не совсем занята или которая хорошо перспективна, вы бы посоветовали? Ну, хотел я подкаст, ну, на что мне обратить? Ну, вы имеете в виду послушателей, произвести... Записаться, конечно, зачем? Ну, вы знаете, я не специалист в подкастах, но у меня есть свое представление о том, что я бы подкаст назвал аналогом, аудиоблогом, скажем так. Вот, поэтому любой блог, он прежде всего хорош, не знаю, насколько это, кстати, вот в такой рутинной журналистике есть это место, но в блоге-то точно и в подкасте уж тем более, он хорош индивидуальностью и вашим видением мира, жизни, рассказывал о том, что вам интересно, в чем вы там, специалист, не специалист, но в любом случае, вот что супер здорово в нашей жизни, что мы все очень разные люди, у каждого есть исключительный и уникальный взгляд на все. Поэтому мне кажется, неважно, в какой сфере это делать, главное дело, чтобы вам было интересно и чтобы был какой-то небанальный интересный взгляд на ту проблему, тему, которую вы обсуждаете или описываете. Ради, национальный, спорт, культура, куда нам, куда сыркин, то и что вас нравится. Ради, конечно, скажет, в национальный. Конечно, национальный. Акбарс? Ну, не только Акбарс, да, ну, например, мало что узнает, что лучший игрок НХЛ будущего, бывшего, прошедшего сезона в НХЛ, да, Жанна Льявичкин, когда спрашиваешь, кто он, Мордвин, почему бы ему не станцевать мордовский танец, например, да, мало кто знает, что Мордвином считался, Олег Павлович Сабаков, Алисей Немов, Светлана Хорькина, ну, все прочее, прочее, прочее. Почему бы их не нарядить в какие-то национальные костюмы, того же Дзюбу, например, на полном украинском, по-моему, Чуваш, насколько я знаю, да, почему бы не нарядить его в украинские, так сказать, национальные костюмы, не сохранить какой-нибудь, там, гопак, ну, это так вот, фантазии, да, хотя я, честно говоря, не очень телеволюционный техники, поэтому все эти подкасты, так-то, через меня лично проходит очень-очень долго, я пока созреваю, приходит какая-то новая тема, я довольно тупой технике, в технике человек, например, я машину смотрю, знаю, что там есть масло и заливается, и бензин, больше мне ничего неинтересно, я рулю, и все. Я просто пример приведу из собственной богатой биографии, я вот, мне что интересно, я беру и записываю, я, например, делаю, там, такое регулярное видео, я люблю почитать западную прессу, делаю небольшой обзор, потому что там довольно забавные вещи они про нас пишут, это все очень смешно, вот, пишу там видео, выкладываю себя на фейсбуке, такой же подкаст сделаны, вот, я там как-то более-менее начинаю разбираться, какие-то находить тенденции, и оно, с одной стороны, мой собственный взгляд на это, то есть я не претендую на какую-то, даже объективность там, вот, но при этом полезно, потому что, ну, нормальный человек, он всякие газету Гардиан регулярно читать не будет, а я ему там рассказываю, что вот один про нас думает, и, кстати, не только в том смысле, что вот там идиоты ничего не понимают, а иногда довольно дельные вещи пишут. У Петра есть такой тоже ежедневный пост, как он называется? Пока вы спали. Пока вы спали, называется блог, и Петр очень удачно, я так считаю, Петр, Петр очень удачно вкладываются слова, жесткие слова в уста своего водителя, потому что, который у меня нету, ну, условно говоря, да, такой, может быть, хотя я поверил, хотя я поверил, что это на самом деле человек, который едет, говорит, да мы им там сейчас покажем Кусткина, мать, но мне тогда, я читаю слова водителя, которого оказалось не существует, словами Петра, поэтому это очень удачный блок, пока вы спали, что случилось за это время, пока мы спали, иногда, честно говоря, я начинаю и не с Яндекс.Новости, даже не с Рия, а пока я спал, что случилось, пока я... Но приходится рано вставать для этого, в 6 утра, я вот вижу, многие спят сейчас, вы, 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 ради к вам вопрос, такой немножко применительно к практике нашей журналистской, вот часто спикеры, которые сидят, представляют информагентства, какие-то другие СМИ, они говорят о том, что не обязательно получать журналистское образование, что зачастую представители других профессий, которые получили профессиональное образование, переучить и научить за несколько месяцев проще вот этой журналистской работой. Вот ваша практика, как показывает, в тех же Рия новостях больше работают журналисты с профессиональным образованием на позиции редакторов и корреспондентов, или все-таки такие переученные, доученные люди других профессий? Спасибо, хороший вопрос. Я скажу, что мое личное мнение, что... Понимаете, я сам учился на журфаке 18 лет. Я поступил в 91-м и, будучи полным раздолбаем, закончил ее в 208-м. Я считаю, что хоть какие-то курсы для журналистов, для журналистов, которые себя считают журналистом, или коллеги считают журналистом, наверное, нужно, да? Но не обязательно, потому что у нас есть куча людей, которые, да, Петр, у нас абсолютно экономическое, или там тоже самое ИСАА, например, да, это же не журналистика, психфак, физфак, ничего удивительного. Человек нашел, учился, у нас вот, помните, у нас была Анна Кудрия с Александром Каченко, она вот бьет месяц назад, у ней вообще, она закончила, гуманитарный, закончила мои, я спросил, почему Анна Павловна пошли в мои, офис был простой, офис блондинки, это было рядом, через два двора, мои, чем куда-то ездит. Ничего подобного, что человек может быть хоть кем по образованию, если он встретит себя, считая журналистом, как и получается, почему бы нет, не важно, я же могу там малярничать, получается, даже с высшим образованием, почему они и тимулировали, почему нет журналисты, журналист Роскосмосом, сейчас управляет, мы знаем, Рогозин, ну да, иногда получается, скажем так, иногда получается, поэтому нет, специальное образование, я не считаю, что не нужно, человек, который либо вливает в компании, в коллектив, и работает, понимает, у него нюх, нос на хороший материал, это просто, наверное, от природы данное, я так считаю, моя точка зрения, не обязательно образование журналистка, но желательно, потому что умеет коммунифицировать, умеет, между нами говоря, пьянствовать, брать информацию, да, это же тоже профессия журналист, вот, дополняя прошлый вопрос, у меня возник такой, мы сначала представляемся, меня зовут Айгуль, я студентка первого курса, факультета журналистики, имя, фамилию, студентка, я представляю, вот так, давайте делать правильно, да, сразу же, Айгуль, студентка первого курса, фамилия у нас какая? факультета журналистики, но это не обязательно ведь, делать на этом акцент, давайте мы учимся, у нас, мы представляем, да, Иванов Иван Иванович, да, вот полностью, я оттуда, потому что я вас потом не искал, по Айгуль, по фейсбуку, что же там за красавица? А вы будете меня искать? Это же просто с целью задружиться, в фейсбуке, теперь точно буду, меня зовут Айгуль Хайрудинова, я студентка первого курса, факультета журналистики, итак, меня интересует следующий вопрос, скажите, трудно ли было вам найти свою первую работу, вообще, как обстоят дела с трудоустройством, ждут ли нас будущих студентов, высших учебных заведений, выпускников, что говорится, с распростертыми объятиями наши будущие работодатели? Сколько вы платите? Да, да, и вообще принимаете ли вы сами, студентов, партикантов, к себе? Спасибо. Хороший вопрос, на самом деле. Айгуль, заходить нет? Да, идей. Смотрите, Петр Ятко, потом, да, потом там добавить, да, смотрите, сначала, когда мы задаем вопросы, вопросы публично, в любом публичном пространстве, неважно, пресс-конференции, мастер-класс или что-то, мы представляемся. Почему? Потому что вы можете меня нахамить и убежать. Да, я возложен на вас подать в суд, да, что я не такой, что я не гей, я не какой-то там еще, да, а вы меня обозвали, да? Поэтому, для того, чтобы, так сказать, расположить к себе интервьюера, в данном случае, меня или Петра, да, вы должны представиться, чтобы мы вас узнали, где вас, кто вы, и что такое прочее. Вас, сайгульмой вопрос решил. Ну, это исключение, окей, да? Я запомнил. Первый курс. Прекрасно, да. Важно вот такое диалог. Вас нигде не ждут, если вы безинициативны, если вы неинтересны, если вы нам, если вы даете только довольно банальные темы, если человек, возьмем пример дедушки Петра, который пробрался в Минск и писал репортаж из оккупированного Минска во время войны, вот это будет читабельно. Если мы, опять же, на примере коллеги, нашего коллеги, той девушки, французской, которая находит общий язык и с полицейскими, и с демонстрантами, то мы такой, очевидно, возьмем. Для нас то, что вы там неправильно пишете, это мы можем научить, и коллеги научат, и старший товарищ вас поддержит. Нам, главное, в вас ваш настрой и посыл, что вы можете. Вот это важно. Ждут ли вас где-то, вас нигде не ждут. Вас ни в Москве не ждут. Я сам из Аула, из Оренбургской области. Когда я спрашиваю своих одноклассников, когда ко мне в гости приедете, они мне говорят, а нас там ждут? Я говорю, нет, вас там не ждут. Они расстраиваются. Вас нигде не ждут с таким вот объятиями. Для того, чтобы набрать себе, что вас ждали, что вам с контрактом пришел Петр Алексеевич сказал, я даю тебе, Айгуль, 100 тысяч долларов и отправляю на Францию. Надо наработать имя. В первую очередь, уметь писать, уметь коммунифицироваться, уметь быть коммуникабельным, уметь поставить себя, показать себя. С хорошей стороны. Не так, как там, а-ля Малахов там, я улетел к шейхам, там пьянствовал две недели, меня изнасиловали, и вот такая я бедная. Ну, такое же их бывает, герои. Здесь, абсолютно другое. Вы показываете себя инициативным. Тем, что вы принесете такое, чего вообще не было. Или хотите принести, и это вы сумеете доказать. И мы говорим только в микрофон, да? И мы говорим все. Да. Я сейчас пробую спортивной журналистики, ну, и какие мои тогда перспективы, допустим, у вашего здания. У нас есть хороший ресурс AirSport, например. А сделайте мне что-нибудь необычное. А сделайте нам с Петром для AirSport, ну, А может, не только для AirSport, да? Я почему говорю спорт? Это то, что не относится к спорту. Абсолютно. А сделайте нам интервью с нашим турком, который играл в Рубине с Гекдинизм-Харадинизм, да? Как он здесь построил дом, построил мечеть в Татарстане, да? И почему он самый известный турок в регионе, по крайней мере? А попробуйте такое сделать. Попробуйте. Мы возьмем с фотографиями. Серьезно. А вот мне не важно, он улетел, он как Карлсон обещал пролететь, да? Нам это неинтересно. Найдите его. Найдите его, покажите нам, как он живет, почему именно здесь, почему он такой, занимается такой большой программой благотворительности, почему он помогает нищим и довольно-таки бедным слоям населения в Казани, что больше нет татар, которые там помогли бы своим. Почему есть только турки, которые приезжают, показывают нам пример, говорят, делайте вот, как алья. Покажите его социальную сторону его работы. Возьмем с большим удовольствием. А вы думаете, он будет согласен? Я вообще ничего не думаю. Я говорю вам, принесите, мы разместим. Кривой материал, не кривой, мы подправим, возьмем, да? Но сделайте нам видео, фото с ним, подкасты сделаем. Хорошо? Да? Я вообще ни о чем не думаю. Я вам даю такое задание, сделайте вот это. Мне не полный, улетел, он прилетел, что он думает? Мне вообще не волнуйся, что он думает. Пожалуйста, мы возьмем, потому что, может быть, не только мы, Почему там для спутника, для, например, можно было взять, да? Почему? Так, еще раз, вот, Петра Алексеевича сказали, что есть 100 тысяч долларов, поэтому услышали возможность, значит, направить во Францию. Когда выбай. Он ждет с этой суммой человека с именем. Как сделать имя, если тебя никто не ждет с распростертыми объятиями? Вот, я так понимаю, что вот эту цепочку, да, сложную, вы пытаетесь понять, как сделать себе имя на пути к заветному, условной, вот эти 100 тысяч, да? Дело не в 100 тысячах, а понятно. Ну да, вы знаете, вот Райник абсолютно прав. Мне кажется, что я вспоминаю свою молодость, и я сейчас жалею только о двух вещах. Первое, что мне всегда казалось, что кто-то знает, там, что-то, нечто, лучше, чем я. А оказывалось, что нет, не знают, и просто они были наглее, агрессивнее и так далее. А я был такой вежливый, культурный, интеллигентный, я думал, нет, ну тут же вот они-то знают, а что я буду? Вот это вот, а что я буду? Вот это вот была большая ошибка. Сейчас у меня такого нету, я даже, если что не знаю, я, в общем, либо разберусь быстро, и, в общем, могу это выразить. Это первое. Второй момент, на мой взгляд, он заключается в том, что он связан с первым. Это вот, знаете, хорошая, в хорошем смысле, такая вот наглость и поиск чего-то индивидуального, нового. Ну, действительно, приходит вам в голову идея. Не ждите, пока вам расскажут, что надо делать, не ждите, пока вам дадут там редакционное задание, пойди там принеси то. Проявляйте инициативу, то есть придумайте сами что-нибудь. Пусть это выходит небольшой проект, но он будет уникальный, он будет ваш, вы его сделаете. И сколько таких примеров, когда вот, казалось бы, из пустого места люди делают какие-то реальные вещи, и они очень интересные. И цена ведь не столько идея, а цена возможности ее реализовать. То есть придумать, что давайте вот с кардинизом интервью возьмем. Ну, вот все услышали здесь эту мысль. И я практически верю, что никто не пойдет и не сделает. Ну, может быть, кто-нибудь один пойдет и сделает. Вот один, который пойдет и сделает, вот у него будет и сто тысяч, и во Франции все хорошо. И последнее, мне кажется, что вы находитесь в этой связи, вы очень хорошее время живете, потому что вам вообще никто не нужен. Вот мы, когда были маленькие, а еще наши отцы, когда были молодые, вот представьте, там в Советском Союзе писатель, вот он пишет стихи всю жизнь, и даже он Бродский, допустим, а его не публикуют. И все. И сколько таких безвестных людей просто умерло, с точки зрения, да, они писали в ящик стола, и сколько этих ящиков стола, так и там ушли на свалку, может быть, там гении какие-то есть. А сейчас, пожалуйста, соцсети, круг знакомых, что хочешь, что и делай, твори, сколько тебе влезет, распространяй, тебе никто для этого не нужен. Только энергия, идея, и главное, вот запомните, главное, некрасивая идея, я вам красивых идей сейчас здесь 500 придумываю, не вставая со стула. Главное, кто возьмет и сделает. Вот это вот сложнее всего. В советское время Илья Григорьевич и Расян и Петр не дадут соврать, любая печатная машинка, если у вас была, вы должны были регистрировать в отделе милиции. Да? Вы не поверите в это. Ну, это уж. Вы не поверите в это. Я-то не могу. И два случая, некоторые из практики для вас. Как вы столкнуете? Айгульда. К ирудину. Первый курс. У меня амнезия, извините. Это профессиональное заболевание. Да, 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 слава богу. У вас тоже, да? Смотрите, у меня было задание, когда в Казани проходил вот этот Казан Саммит, да? У нас Казан Саммит проходил пять назад. Мне дали задание взять интервью у директора Исламского банка развития и у бывшего президента Малайзии. Забыл фамилию, это профессиональная болезнь. Как его? Махатхир. Махатхир, да? Значит, к директору Исламского банка развития, я не мог подойти, потому что была охрана ПСОшная и сама Арабская плюс Казанская, но я охотился и сделал Айгуль, наверное, я вам могу сказать, я брал у него интервью у Писсуара, я не мог его найти одного, потому что он был закрыт. Мы занимались своим делом и я попутно попутно задавал вопросы. Это был первым. Давайте без деталей. Он в Караке. Нет, ну одна-то рука свободна. У него. фахт уже. Да, а второй, я у Махатхира взял интервью, не Писсуара, нет, это как из фильма Аба, когда он учатился в одном лифте с группой Аба, вы помните этот фильм, да, я захожу в лифте, Саид Махатхира. Мне просто, мне просто опять же повезло. Вот, вот, выуживать, мне не важно. Утром встречайте Гюдинелиза Харадемеза, не знаю, списывайтесь с ним, не важно. Сделайте мне. Вот возьмем, ей Богу, возьмем. Спасибо. У нас такой консоль, наш фильм был. Ну вот я еще, если, я вот два еще позволю по одному вопросу. Вот у вас смыкнуло на такое, я был в Турции и о чудо, о радость, свершился переворот. Это тоже профессиональное заболевание. Нам хорошо, когда что-то плохо. Есть такой момент. Ну вот, в этих ситуациях, смотрите, Иран, Израиль, Турция, вот даже страны, которые перечислялись в начале, они такие разные. Есть ведь еще одна профессиональная не болезнь, а опасность. Впасть в симпатию кому-то во вред другому, во вред объективности. Как вот соблюсти это, как в себе выдержать этот баланс. И, соответственно, вопрос Петру Алексеевичу еще про новый платформу, поскольку стали говорить про новые носители информации, подкасты проговорили, хотелось бы услышать ваше видение развития Телеграм. Что они применительно к информагентству, скажем, угроза, дополнительная возможность. В чем феномен? Телеграм, в смысле мессенджер? Мессенджер, да. начнем. Ну, сейчас можно повторить вопрос? Просто запутался. Как оставаться объективным, когда любишь всех? Я получал визу в Айран, и так получилось, что я улетел в Израиль, потом я улетел в Иран, потом я улетел в Израиль на пограничном пункте. Что в Тегеране, что в Тель-Авиве. Мне бросали билет, мой паспорт в лицо, потому что я был в той или иной стране. Абсолютно. Как быть объективным? Если ты одной ногой или двумя ногами вступил на территорию и на ту территорию и совсем забыл о другой стороне, то ты уже не журналист. Ты можешь быть блогером, кем-то еще, но если ты находишься не над схваткой, то грош вам цена как профессионалам, потому что вы будете отражать только одну точку зрения. Тот же Иран, тот же Израиль, тот же Турция или Ливан. Почему? Ну, такая тема, например, которая очень популярная, особенно мусульман. Вот сейчас практически даже, по-моему, Хавиб Нурмагомедов сказал, что миллион долларов он отдает на рытье колодцев в Африке. Благое дело, да? Об этом можно написать, об этом можно трубить и остальное. Но есть специальная программа ООН и ЮНЕСКО, по закрытию подобных колодцев. Потому что, оказывается, мало вырыть и мало напоить местное население. Надо еще сделать уйму проб, чтобы это население не полегло от ваших благих дел. Слишком большая зараза в этих колодцах. Понимаете? и мы говорим ооо, это благое дело. Ну, говорю, есть большая. Вырыть колодец стоит, условно говоря, тысячу долларов, зарыть его три тысячи долларов. Потому что вся болезнь, вся зараза, которая идет от этих колодцев, а вот там мало, а то благое дело, вырыли сто колодцев. и 500 человек полегло в один день. Остальные пять тысяч бегают по кустам. Понимаете? Вот тут если сказать в одну сторону, это вообще крайне неверно. Вот тут симпатии, сказать, а, благое дело, хорошее дело, или там палестинцы правы, израильтяне неправы. Мне высказывали, что я сиянист, что я любитель Израиля. Да, я люблю Израиль, я люблю также Палестину, я люблю Турцию, потому что я люблю путешествовать. Лично для меня удобная работа, можно путешествовать и работать. А тебе что за это платят? Правда? Очень удобно, да? Но если ты очутишься один раз только в одном лагере, тебя второй в лагерь не пустят. Имейте в виду. И уметь беседовать со своим оппонентом за чашкой чая, а не ударить его лопатой по башке, это опять же большое достоинство. Любой оппонент для вас должен быть в диалоге для вас с вами. Вы должны задавать умные вопросы и сидеть и терпеть его. А может он прав на самом деле? Или этот прав? По симпатии это война не девушка, она не нравится, она может не нравится, может не нравится. быть объективным очень-очень большая достоинство, профессиональное достоинство с моей точки зрения. Причем это любая тема. Любая тема. Да, про телеграмм я добавлю, что во-первых, все девушки прекрасны, без исключения. Вот. если кто-то нравится. Смотрите, про телеграмм очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что мы сегодня не говорили совсем о феномене фейк-ньюс и что это такое вообще, а тема важная. Я поэтому себе позволю пару слов сказать. Ну, вообще мы все с вами понимаем, что все врут. Все. Каждый из нас врет. Причем врет часто. И я даже думаю, что примерно раз в 10 минут точно один раз. Айгуль не врет. Айгуль тоже врет. И тогда врет, каждый сам себе врет. Ну, например, там он говорит, ну ладно, сейчас посижу, а не буду делать, что там делать, надо завтра сделаю. Говоришь ты сам себе и знаешь, что врешь. Вот. И все. И врали всегда все. Это обычная часть человеческой природы. Ничего тут страшного нет. Иногда врут. Иногда это полезно, потому что без этого в жизни тяжело будет. Ну, как-то ты пришел в гости, накормили тебя чем-то. Вкусно было, говорят тебе. Говорят тебе. Отлично. Сам думаешь, ну, да, 10-й сказал, говорил все время честно, то звать перестали бы. закончил в одиночестве. Вот. И тогда бывает, но бывают лошади, конечно, со злыми намерениями. Вот про чтение надо бороться. Вот. Поэтому то, что называют сейчас фейк-ньюс, это, конечно, появилось не сегодня, это было всегда. Можно приводить массу примеров. Я не знаю, взглянуть на средневековые летописи для начала на любые истории, на рекламу. Вся реклама врет, вообще вся, без исключения. Вот. То есть, когда вы купите этот утюг, вы будете счастливы. Не будете. Вот. Это ложь. Но вы к ней привыкли и всерьез не воспринимаете. Вот. Поэтому эту историю с фейк-ньюс, она, конечно, раздута в значительной степени как политический инструмент для борьбы с теми, кто вам чем-то не нравится. Обвиняете их в фейк-ньюс, как делает Трамп с СИНН, и лишаете слова на пресс-конференции. И вроде как все хорошо. Вот. Но при этом, конечно, проблема существует, потому что зачастую и в старые времена газеты, когда появились, они могли что-нибудь придумать. И уж телевидение точно, и кто угодно. Ну, вот Телеграм это такое место, где концентрация вот этих вот новостей анонимных ненастоящих, фейковых, она очень велика. И я думаю, что два пути. Либо люди перестанут это с огромным интересом читать, принимать за чистую монету со временем, ну, как с рекламой. Потому что вы берете какой-нибудь Телеграм-канал анонимный, там пишут такое вообще. Ну, вот если ты в теме, ты понимаешь, что это, ну, просто ахинея. Вот натуральная ахинея. И тогда эта ахинея делается в интересах каких-то людей. Есть там, например, канал «Беспощадный пиарщик». Там пишут про пиар, и там, значит, понятно, кто там это делает. Когда этого человека там уволили с работы, там выходит, значит, анонимный текст о том, как все плохо в этой организации, и какого талантливого парня уволили. Ну, понятно, что он ангажированный и так далее. Вот. Значит, два пути. Первое, люди сами перестанут читать, так как удостоверились о том, что это неправда. Но это может пройти довольно большое время, особенно молодежь, она там не сильно врубается, а тут анонимно, интересно, скандально. Либо второй путь его там закроют или ограничат как-то. Я думаю, что одно из двух случится. Второе, наверное, на этой позитивной ноте традиционно принято говорить. канал и канал, ничего там такого нет. Он может быть обычный, он действительно интересный по формату, там, наверное, кому-то удобно общаться и так далее. Но вот с точки зрения источника новостей, ну, конечно, он абсолютно в целом доверие не заслуживает. Ради, мы подготовили книгу, Россия сегодня проводит ежегодный международный фотоконкурс имени Стенина. Это наш корреспондент, который погиб на Донбассе, его памяти. Здесь лучшая работа мировых фотографов, великолепная там есть серия, просто потрясающая. Я когда посмотрел, обалдел просто. в этом году 6 тысяч работ прислали, и здесь самые лучшие. Он так, вы не смотрите, что он скромно издан, он специально издан скромно, внутри там очень красиво. И Радик сейчас вручит этот альбом автору самого хорошего вопроса сегодня. Пожалуйста. Айгуль Хайрудин, мой первый вопрос. Даже не сомневаюсь, кто? Ваши аплодисменты. Видите, Айгуль, а если бы вы не представились, остались бы без книжки. Да, это на самом деле смелость, любой вопрос, любой, кроме интимного, может задавать в данном случае. Поэтому, Айгуль, поздравляю. Это вот эти лучшие снимки. Спасибо за смелость и ждем материал секьюрданизм. Хорошо. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Со своей стороны уже совсем в завершении хочу сказать, что вот РИА новости, МИА России сегодня сейчас это называется. Спутник. Спутник. Они действительно по опыту многолетнего могу сказать, они умеют дружить. Они всегда очень надежны. Поэтому пользуйтесь случаем, задружитесь. И в своем, не зря, наверное, так было много дискуссий именно вокруг будущего, вокруг будущего развития своего профессионального. Я благодарен вам за то, что вы есть, за то, что вы сегодня с нами и надеюсь на дальнейшую дружбу и сотрудничество. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова